МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава НАУ встретился с руководством Росавтодора. Александр Цибульский и Андрей Костюк обсудили возможности развития транспортной инфраструктуры на территории Нинецкого округа. ЮТЭР открыл продажу билетов на субсидируемые рейсы до Москвы на декабрь текущего года. Выпадающие доходы компании компенсируют из федерального бюджета. Зимник до Тельвиски откроется до конца декабря. Подрядчик компания ТСК к устройству зимника приступила сразу после того, как позволила погода. В окружной столице задержали похитителей пуха из птичьих гнезд. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. Время новостей на телеканале Север. В студии Ирина Никешина. Здравствуйте. Росавтодор заинтересован в развитии транспортной инфраструктуры в Нинецком округе. Об этом глава ведомства Андрей Костюк заявил на встрече с губернатором округа Александром Цибульским. В частности, стороны обсудили возможности развития транспортной инфраструктуры на территории региона, финансирование мероприятий по развитию дорожного хозяйства и участие округа в национальных проектах. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Нинецкого округа составляет 233 километра, из которых федеральный статус на сегодняшний день имеет 4 километра. Несмотря на столь небольшую протяженность дорог Росавтодора, в данном регионе ведомство заинтересовано в развитии транспортной инфраструктуры здесь, подчеркнул Андрей Костюк. Александр Цибульский отметил значимость федеральной поддержки в вопросах развития окружной транспортной инфраструктуры в округе. В 2017 году НАУ получил из федерального бюджета около 707 миллионов рублей. Объем межбюджетных трансфертов в 2018 году составит более 1 миллиарда рублей. Стороны также обсудили вопросы строительства на территории Нинецкого округа участков автомобильной дороги Наринмар-Усинск, которая признана обеспечить круглогодичное наземное сообщение Нинецкого округа соседним регионам без использования автозимника. В Росавтодоре довольно высоко оценили темпы строительства 4-го участка автодороги Наринмар-Усинск. Не секрет, что их пришлось наверстывать с учетом серьезного отклонения от графика из-за выявленной в ходе проведения работ необходимости увеличения объема отсыпки земляного полотна. Тем не менее, подрядчик смог выровняться. И теперь важно эти темпы не снижать после того, как будет определен подрядчик и начаты работы на первом участке. От наших темпов будет зависеть объем дальнейшего софинансирования этого объекта из федерального бюджета, сообщил по итогам встречи Александр Цибульский. Кроме того, в ходе встречи Александра Цибульского и Андрея Костюка шла речь об обслуживании федерального участка дороги в Наринмаре от аэропорта до улицы Первомайская. Как пояснил губернатор, рассматривалась возможность передачи его на обслуживание в региональный бюджет. Это участок протяженностью всего 4 километра. Но поскольку у Росавтодора в Нинецком округе нет своих подразделений, мы обсудили возможность передачи на его уровень региона при условии, что за счет федерального финансирования будут обустроены тротуары на этом участке, сказал глава НАО. С 2019 года Нинецкий округ становится участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поддержка субъекта в рамках реализации данной программы из федерального бюджета в период с 2019 по 2024 годы составит более 1 миллиарда рублей. Доля протяженности автомобильных дорог городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 2024 год должна составить 85%. Объем средств, предусмотренных для Нинецкого округа, на реализацию нацпроекта и на достижение поставленных целей недостаточен, это мы понимаем уже сегодня. Полагаю, что здесь сыграло роль несовершенство методики расчета, когда подход был единым ко всем регионам. И не были учтены особенности транспортной логистики отдаленных субъектов, где стоимость ремонта или реконструкции одного километра дороги кратно повышается с учетом доставки материалов. НАО не единственный регион, который столкнулся с этой ситуацией. И понимание в этом вопросе с руководством Росавтодора нам удалось сегодня достичь, сообщил Александр Цибульский. ЮТР открыл продажу билетов на субсидируемые рейсы до Москвы на декабрь текущего года. Билеты по специальным тарифам можно купить только в кассах перевозчика или агентствах. Предельная величина специального тарифа по маршруту на Ринмар-Москва и обратно составляет 4 тысячи рублей. Такую же сумму за перевозку одного пассажира в одном направлении авиакомпания получает из федерального бюджета. Воспользоваться правом приобретения льготного билета могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида и инвалид с детства второй или третьей группы. Помимо этого, правительством в категорию граждан, которые могут пользоваться услугами перевозки по субсидируемым маршрутам, включены члены многодетных семей. Вопрос о субсидировании тарифов на авиаперевозки в июле текущего года обсуждался в ходе встреч главы НАУ Александра Цибульского с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым. Кроме того, вопросы, касающиеся субсидирования пассажирских авиаперевозок, губернатор Ненецкого округа озвучивал на встрече с главой Минтранса Евгением Дитрихом. Строительство зимника по маршруту на Ринмар-Тельвиско началось. Устройством и обслуживанием зимней дороги до населенного пункта занимается подрядчик компании ТСК. Работы на дороге ведутся бесперебойно и постоянно находится техника. Как скоро ждать открытие зимника на Ринмар-Тельвиско и какие трудности стоят на пути трактористов, накатывающих временную дорогу, в материале Ольги Русул. Планируется, что зимняя дорога в центре Тельвисочного сельсовета будет проложена к концу декабря. Сейчас работы в разгаре. Подрядчик ООО ТСК к устройству зимника приступил сразу после того, как позволила погода. Ведь на маршруте следует построить ледовую переправу в протоке Казенная Виска. Но одного мороза мало. Снега мало, но снег подвозят на машинах. Здесь пока хватает. На сегодня хватает снега. А еще сегодня будут возить. Подрядчику предстоит соорудить зимник быстрыми темпами при максимальной механизации работы. Снега мало. На самом деле снега мало. Очень малоснежная зима пока на данный момент. Приходится переправу, переезды, этот самый засыпать, много снега. А возить, соответственно, с города же не будешь. Приходится с дополнительных полигонов возить. С утра и до позднего вечера без перерывов и выходных на возведение временной дороги трудятся два бульдозера, амкадор, два самосвала. Кроме того, для обустройства зимника подрядчики используют ручной инструмент мотопомпы, электробензогенераторы. Этот зимник обойдется окружному бюджету в 5 с небольшим миллионов рублей. Его протяженность 5,7 километра, ширина 9 метров. Будет установлено 42 дорожных знака, 254 деревянных вехи со светоотражающими элементами. Расчетная интенсивность движения транспортных средств до 150 автомобилей в сутки. Официальная зимняя дорога устраивается второй год подряд. В этом году место проложения трассы будет немного отличаться от прошлогодней. Он немножко в сторону берега ушел. То есть получается отсыпка, действующий водопровод, действующий по КТС. Мы просто отступили от него 10 метров и получается он сейчас немного туда, ближе к берегу. Зимняя автодорога Нарьенмар-Тельвиска необходима для легализации автомобильного движения между двумя населенными пунктами. Работы обеспечиваются в рамках окружной государственной программы развития транспортной системы Ненецкого автономного округа. Ольга Руссов, Леонид Шишлов, Телеканал «Север». Автобусное сообщение с поселком Красное планируют запустить в начале следующего года. Соответствующие планы озвучил глава районной администрации Олег Холодов. По его словам, уже разработан и утвержден порядок организации транспортного обслуживания в границах Заполярного района. Проведены встречи с потенциальными перевозчиками. В настоящее время добраться до поселка Красное из Нарьенмара и обратно можно только на личном транспорте или такси. Постоянные организованные перевозки, на которых могли бы действовать льготы, по аналогии с речными и воздушными перевозками, пока отсутствуют. Поселок Красное – единственный сельский населенный пункт, имеющий практически круглогодичное наземное транспортное сообщение с городской агломерацией НАУ. В бывшем административно-бытовом комплексе СМУ разместят государственные учреждения. На трех этажах планируется разместить госинспекцию по ветеринарии, гострожилнадзор, централизованную бухгалтерию, центр кадастровой оценки и Ненецкий информационно-аналитический центр. Накануне централизованным стройзаказчикам НАУ объявлено аукцион на разработку проектной документации для капитального ремонта здания по улице Рыбников, 59. Согласно техзаданию, половину помещений первого этажа займет центр кадастровой оценки. На второй половине первого этажа предполагается размещение государственной инспекции по ветеринарии НАУ. На втором этаже Ненецкий информационно-аналитический центр с переносом здания серверной. Часть помещений третьего этажа перейдет к государственной инспекции строительного и жилищного надзора НАУ. Остальные помещения третьего этажа централизованная бухгалтерия. В первоочередном порядке в отремонтированное здание будут переводиться учреждения и структурные подразделения органов власти, которые сейчас арендуют помещения. Стоит отметить, что в рамках разрабатываемого проекта капремонта должен быть предусмотрен косметический ремонт всех помещений, замена инженерных систем, ремонт кровли и устройство вентилируемого фасада. Проект капитального ремонта здания должен быть предоставлен до 1 апреля 2019 года. Напомним, здание Наринмашстроя приобреталось в казну региона в первую очередь, чтобы погасить задолженность перед сотрудниками обанкротившегося предприятия. На данный момент здание состоит на балансе управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа. Мобильный оператор улучшил качество связи для абонентов в Ненецком округе. Увеличение скорости мобильного интернета произошло благодаря расширению каналов передачи данных с 300 до 500 мегабит в секунду. Как отмечает представитель компании-оператора, пользователям стало в сети свободнее, поскольку для каждого из них появилось больше ресурсов. Это позволит жителям комфортно общаться в соцсетях и мессенджерах, пользоваться навигаторами и другими онлайн-сервисами. По словам директора МТС в Архангельской области и НАУ Алексея Рыжкова, модернизация позволила обеспечить необходимый задел для увеличения потребления. Сеть сможет передать тот объем информации, который необходим абонентам, даже с учетом будущего роста. МТС стремится предоставить жителям НАУ доступ к современным сервисам, которые позволят им быть на связи и решать повседневные задачи. Это особенно важно с учетом сложной географии региона. При реализации планов развития сети были приняты в работу пожелания по улучшению качества связи на территории Ненецкого округа, отметил Алексей Рыжков. Как сообщает прислужба мобильного оператора, на сегодняшний день мобильной связью МТС могут воспользоваться более 90% жителей региона в 21 населенном пункте и вахтовых поселках. Кроме того, мобильные сервисы доступны работникам, занятым на месторождениях. Два экстремистских преступления, шесть правонарушений по фактам размещения в интернете нацистской свастики выявили в течение текущего года правоохранители в Ненецком округе. Эта статистика была приведена на заседание очередного координационного совета по вопросам миграционной политики в регионе. Четыре ложных сообщения о терактах и одно уголовное дело о заведомо ложном сообщении. Кроме того, штраф в размере 330 тысяч рублей наложен на гражданина, признанного дважды виновным в совершении преступлений по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Такую статистику привела начальник отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Ирина Ирмолина в докладе о влиянии миграционных процессов на криминогенную обстановку в НАО. Кроме того, она отметила множественное нарушение законодательства среди трудовых мигрантов. Что касается организации работы по предупреждению пресечения нелегальной миграции в населенных пунктах округа и на объектах нефтяных месторождений, то в этом году отмечается некоторое снижение активности иностранцев и лиц без гражданства. Однако в следующем году прогнозируется уже динамика роста. Это связано с некоторым послаблением в законодательстве, благодаря которому трудовые мигранты могут получить российское гражданство. Но вместе с законопослушными гражданами на территорию округа проникают и криминальные элементы. Поэтому необходимо усилить контроль особенно на нефтяных промыслах, куда трудовые мигранты попадают напрямую. На многих участках сезонно-автомобильного зимника осуществляется свободное перемещение трудовых мигрантов между объектами ТЭК, в том числе положенных в пределах пограничной зоны. Я соглашусь с предыдущим оратором, у нас проблема в том, что в указанной сфере является отсутствие финансирования, которое позволило бы своевременно вылетать на объект ТЭК и МСК на целях проведения комплексных наиболевых мероприятий. Согласно законодательству, иностранные граждане, работающие и проживающие на территории Ненецкого округа, получают социальную поддержку на общих основаниях. Кроме того, в округе действуют различные культурные и национальные объединения, так называемые диаспоры. Регулярно социальные службы проводят мониторинг к условиям проживания трудовых мигрантов на территории округа. По согласованию СМВД России по Ненецкому автономному округу предложение определяется квота на разрешение на временное проживание в Российской Федерации для Ненецкого автономного округа. На протяжении последних лет он составляет 50 разрешений. На 2019 год распоряжением правительства также распределена квота в размере 50 разрешений. В завершение заседания собравшиеся обсудили план дальнейшей работы в области миграционной политики в Ненецком округе. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». В окружной столице задержали похитителей пуха из птичьих гнезд. По данным правоохранителей, злоумышленники летом этого года специально выезжали на остров Вайгач для сбора сырья от обыкновенной гаги и белощокой казарки. Всего было добыто 130 килограмм. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. Далее все подробности. Эти кадры были сняты в конце сентября. Как раз тогда сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местной полиции прибыли на остров Вайгач для проверки факта незаконного сбора пуха из гнезд краснокнижной гаги и белощокой казарки. Злоумышленники две недели подряд выезжали в природоохранную зону. За сезон удалось собрать около 130 килограммов пуха. Это 10 мешков. Очищенное от мусора и просушенное с использованием специального оборудования сырье браконьеры планировали доставить в Москву. У меня своя община создана, территориально-соседская община. И сотрудничаю с компанией, которая занимается переработкой пуха. Ну где-то в июле, начало августа. Когда птица сходит с гнезда уже, с пустых гнезд, собираем этот пух. Впрочем, у оперативников другая версия. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сбор пуха шел в период гнездования. Местные правоохранители уже возбудили уголовное дело по 262-й статье. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. По заключению специалистов Института географии Российской академии наук, это происходило в период гнездования, что могло привести к гибели значительной части кладок и препятствовало воспроизводству популяции птиц. У злоумышленников изъято 130 килограммов пуха. По предварительным подсчетам сумма ущерба превысила 15 миллионов рублей. Пух обыкновенной гаги и белощокой казарки действительно очень ценный. Он легкий и теплый, поэтому его используют для набивки подушек, одеял и теплой одежды для полярников, альпинистов и космонавтов. По данным некоторых источников, цена за килограмм такого сырья достигает 300 тысяч рублей. Мы приняли решение вопрос по сбору гагачевой пуха, казарки белощокой, вынести на природоохранный совет Ненецкого округа, который состоится в конце декабря этого года. В данный момент мы ждем от научных сотрудников каких-то разъяснений, материалов, документов касаемо сбора этого пуха. Остров Вальгач, где и вёлся незаконный промысел, носит статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Местные власти уже не раз рассматривали вопрос о полном запрете сбора пуха. Эксперты считают, разорение гнёзд негативно сказывается на популяции краснокнижной птицы. Оценить ущерб, нанесённый колонией пернатых, обитающим на Вальгаче, предстоит учёным, которые прибудут на остров уже в следующем сезоне. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Ненецкий автономный округ. Это все новости к этому часу. Их можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор погоды – медицинский центр «Решма». Продолжение следует...